Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. И тема сегодняшнего видео. Вы обязательно после этого видео будете читать все инструкции применяемых вами препаратов. Почему? К сожалению, такое сегодня время, в такое время мы живем. Когда врачи очень недобросовестные, когда недобросовестные фармацевты, все смотрят на свой кошелек. Ну, разные причины, почему многие недобросовестно относятся к своей работе. И вместо клятвы Гиппократа «не навреди», многие даже не знают, что советовал этот старинный доктор. Поэтому речь о врачах, которые выписывают вам мало того, что вредные препараты, из-за того, чтобы пополнить свой бюджет, для того, чтобы получить подарки от представителей фармкомпаний, которые раскручивают какие-то препараты, плюс которые хотят поехать бесплатно за границу на какую-то конференцию. Вот они и занимаются тем, что нарушают законы, и никакие законы им, никакие этические нормы им не почем. Поэтому, кроме того, что врачи выписывают неэффективные препараты, посмотрите, до этого я выпустила, у меня есть видео про неэффективные, про вредные препараты. А еще, что делают врачи, мы как бы будем открывать это. Не только врачи, и фармацевты многие предлагают препараты, которые вообще не подходят для конкретного заболевания, то, что у вас. Или там в инструкции какой-то тихий намек содержался на то, что вот в каких-то случаях там используется, но основную причину этот препарат совершенно не лечит. Плюс вам могут удлинять курс лечения. В упаковочке, например, написано в инструкции, в препарате, который фармацевты добросовестно разработали и описали, что этот препарат нельзя принимать больше двух недель, к примеру, или же не больше месяца, а вам назначают на месяц, на три, на шесть, а то и на год. Поэтому, если у вас какие-то диагнозы, сложные диагнозы, вам назначают препарат, ставят диагноз, я советую вам читать самим инструкцию, самим посоветоваться еще с другим специалистом в этой области, с вашим фармацевтом в ближайшей аптеке. Вы уже сами знаете, кто толковый, кто еще малоопытный. И хочу рассказать вам вот один случай, который я наблюдала в одной аптеке. Никто не мог найти управы на того врача. Врач-уролог, мужчина. Что он делал? К нему попадали люди. Он вообще работал в отделении. К нему попадали мужчины. Мужчины очень стесняются с какими-то проблемами урологическими идти к урологу лечиться, там в аптеку что-то спросить. Ну вот каким-то образом к этому врачу они попадали. Мало того, что он брал кучу денег за прием. Что он дальше делал? Он писал на рецепте препараты конкретно каких-то фирм. И посылал конкретно в какую-то аптеку. И этот человек должен был пойти туда, купить лекарства. И если ему фармацевт говорил, вам написать, как принимать? Он говорил, нет, 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 я иду к врачу, мне врач все объяснит. И еще плюс за дополнительную плату этот врач расписывал, как принимать те препараты. И у нас с этим врачом был несколько раз конфликт. Приходит человек, я, например, работала в той аптеке. И я не знала, что есть такой врач, сумасшедший врач, я его так назову, который придет и еще устроит разборки. А была какая ситуация? Был рецепт, был мужчина с препаратами. Пять препаратов в рецептах. И написаны были препараты такой-то, конкретно какой-то фирмы подчеркнута. А иногда он даже и не подчеркивал ничего. И у нас не всегда были препараты той фирмы, какую требовал доктор. А доктор требовал только ту фирму, которая ему уже отстегивала деньги за то, что он напишет то лекарство. И человек, у меня если не было того препарата, я по действующему веществу смотрела, что у меня есть. И предлагала человеку, говорила, а так все фармаценты должны делать. Мы должны правильно, врач должен на рецепте написать не торговое название препарата, а действующее вещество препарата. А мы должны человеку, пациенту показать от самого дешевого препарата до самого дорогого. И сам человек это должен выбрать. И вот я давала человеку, понятное дело, выбирал самое дешевое или проверенной фирмы препарат. Уходил, а дальше он приходил с врачом. И тот такой кипиш в аптеке устраивал, что вы не дали то, что написал. Если я сказал, вот это написал, вы то должны были дать. И его боялась вся аптека. Почему? Во-первых, он уже после этого говорил, вот в ту аптеку через дорогу ты не иди, а иди вот в эту аптеку. И мы теряли выручки, хорошо теряли выручки, и уже все молчали. Поэтому, если у вас похожая ситуация, если вы попадаете на такого хитро-горе врача, не ходите к тому врачу, бегите от него вообще подальше. Когда вам говорят, иди именно вот в ту аптеку и именно вот то купи, уже должно вас насторожить. Далее. Взятки. Взятки. Вы даете санитарке за то, что она принесет вам стакан воды или вынесет судно. Медсестре за то, что она лишний раз к вам подойдет и поставит вам какой-то укольчик или выдаст таблетку. Дорогие пациенты, дорогие друзья, дорогие мои посетители аптеки, вы сами делаете так, чтобы процветала эта мафия в аптеках и была в аптеках, в больницах и была эта коррупция. Медсестры, санитарки, врачи получают за свою работу хорошие зарплаты. Зачем вы это делаете? Зачем вы им даете? Поверьте мне, на моем опыте, все те, кто шли к знакомым специалистам, все они сталкивались еще с большими проблемами, чем те, кто шел случайно. Поэтому вывод, вывод этого видео. Будьте проницательными, переспрашивайте. Непонятно что-то, уточняйте. Что-то непонятно, 10 раз спрашивайте. Непонятен рецепт, уточните. Доктор, что вы мне написали? Вам должно быть понятно ваш диагноз, ваше лечение и что делает каждый препарат. А не так, что вы приходите в аптеку, скажите мне, пожалуйста, вот я была у врача, что он мне там написал? Или от чего он меня там лечит? Как? Вы были к врачу ходили, вы к нему тяжело попали, записались. Вы ждали эту запись столько времени. И сейчас что вы? Приходите и у меня, у фармацевта спрашиваете, с какой причиной вы были у врача и что он вам написал? Дорогие пациенты, все, кто слушает меня, кто смотрит это видео, запомните, что перед вами обычный врач, слуга народа, ваш слуга, который, вы его пациент. Не он Бог, а вы Бог. И вам должно быть все понятно, что говорит вам врач. Если что-то не так, если непонятно, если вас оскорбили, что-то сделали у каждого врача, есть начальник. За отделением и выше, и выше, и выше. И никогда не давайте, чтобы вас обманывали, дурили и портили вам и то, и так, то здоровье, которое у нас всех есть, которое мы так стараемся беречь, которое у нас одно. Одно здоровье и жизнь у нас одна. Поэтому не надо ссориться с врачами. Вы можете тоже что-то недопонять. Фармацевта, врача, они все такие зловредные люди перед вами. Есть и добросовестные, добросовестные люди. И вы можете в чем-то ошибиться. Бывает много случаев в аптеке, когда кто-то, даже меня много раз обижали, но потом приходили, понимали, обдумывали, извинялись. Поэтому красиво, уважительно разговаривать. Доктор, извините, повторите, пожалуйста. Я должна понять, это важно для меня, это важно. Для вас это важно. Нам нужен результат, и мне и вам. Пришли за лекарствами в аптеку. Уже дома прочтите. Если непонятно, вот у нас сейчас стоит, вот там на румынском написано, я не знаю, не обладаю этим языком. Пожалуйста, интернет. Если вы не пользуетесь интернетом, дети вам помогут. Прочтите сначала инструкцию, потом идите покупайте препараты. Надеюсь, эта информация вам была полезная. Поэтому подписывайтесь на канал, следите за моими видео. Будет впереди много нового, полезного и очень интересного. Продолжение следует...